Давно вы к нам не заглядывали, рады вас видеть. Мы продолжаем проходить по тексту. Фига себе, баба задумалась над тем, что я сейчас пизданул. Ладно. Скажем так. Начинаем. В предыдущей серии мы очень хорошо мыли тарелки. Настолько, что у меня стерлась клавиша джойстика. Стик в смысле. Да и кнопки тоже. Честно говоря, хрен знает, кто этот чел. И, кстати, в прошлой серии мы нафейлили. Я там сказал, что вот эта вот девушка, которая... Которая в самом начале, я думал, что это одна и та же девочка, но оказывается, это совершенно разные девочки. Одну звали Эмма, а вторую звали Алиса. Положим заказ сюда. Я вроде как убрал глубину резкости, но все равно это ничто не изменило. Подняться наверх и разбудить Карла. Кто такой Карл? Это наш главный босс. А мы бежать не можем никак? Ну, хорошо. Ну, тут можно, я так понял, взаимодействовать с разными объектами. Отсматривать. Фига себе. Это, походу, спижина из Хогвартса, да? Люстра на светодиодных лампочках. Как богато и современно. И дверью с выдвигающейся механизмом. Раздвинуть что ли? Храпить что ли? Доброе утро, Карл. Доброе. Десять утра. Погода облачная. Двенадцать градусов. Влажность восемьдесят процентов. Вероятные ливни во второй половине дня. Такой день не грех провести в постели. Утром я забрал краску, которую вы заказали. О, я и забыл. Вот в чем состоит разница между мной и тобою, Маркус? Ты ничего не забываешь. Пожалуйста, дайте мне руку, Карл. Нет. Забывает, если умрет. Спасибо. Я едва открыл глаза и уже стискиваю зубы. Человек такая хрупкая машина. Так легко ломается. Столько усилий, чтобы не угасла жизнь. Вот так. Сейчас я отнесу вас в ванну. Мы что, и будем его раздевать? Фу. А если я отпущу, он его бросит? Было бы прикольно. Типа, зачем ты это сделал? Программный сбой. Я не нажимал, значит, все так и должно быть. Он будет его держать по умолчанию. Посадить Карла за стол. Есть ли вы что-то сегодня в планах? Да, в музее современного искусства открывается ваша ретроспектива. Четыре приглашения от директора галереи с просьбой подтвердить присутствие. Я еще не решил. Попозже с этим определюсь. Что еще? Письма от почитателей. Я уже ответил. Фига себе, как инновационно. От Лео что-нибудь слышно? Нет, Карл. Хотите, я ему позвоню? Нет. Не нужно этого. Ну, сейчас, по крайней мере, у меня управление более отзывчивое стало. Джойстик все равно налево с трудом поворачивается. Ну, что поделаешь. Я проголодался. Завтрак уже готов. Бекон и яйца, все как вы любите. Спасибо, Маркус. На здоровье. Какая же офигенная у них кухня. Она все равно не выглядит как современная. По большей части, как в старой, до времена. Как будто со времен 2007-го, может быть, 5-го. Хотя, стоп. Не, варочная панель. Посудомоечная. Мы разобрались. Оказывается, надо было это просто быстро делать. Ну, с третьей попытки, но все равно. Я надеюсь, ку-то я не буду чисто, которая зависит от жизни, вот так, типа, крутить стиками. Иначе я просто ее без мата. Спасибо, Маркус. Телевизор. Российские боевые корабли. Российские боевые корабли. О, боже мой, не политики, не политики, чуваки. Не надо, не надо, пожалуйста. Ну иди, чем себя занять, пока я завтракаю. Ладно. Давайте я буду просто перекрикивать, что о чем они говорят. Переключи канал. Так. Блядь, как это переключить? Надо что-нибудь говорить. Так, Северный полюс, почему он так нужен России? Большие бонусы. Почему банкиры столько себе платят? Президент Уоррен, Асговори Киберлайф. Северный полюс, почему он так нужен России? Россия демонстрирует повышенный интерес к территориям Северного полюса в связи с недавно обнаруженным подо льдом залежами ценных минералов, многие из которых используют при синтезе Тириума. Производство андроидов является доминирующим сектором в экономике как США, так и в России. Но это вопрос не только валового ВВП. Что это за... Вы видели какой-то артефакт? Ладно. Дополнительные резервы Тириума позволили бы разработать более сложные модели андроидов, а это сулить колоссальный скачок в объемах промышленного и военного производства. Сокровища во льдах. Если прибавить к этому стратегическому важность данного региона, который соединяет Россию с Европой через Норвегию и Данию, Гренландию, а также с Канадой, то станет ясно, что мирное соглашение разрешения ситуации маловероятно. Но представитель НАТО питает больше оптимизма. От стабильности в арктическом регионе выиграют обе страны. От конфликта не выиграют никто. Блин, почему мне кажется, что как будто я играю в игру с политическим подтекстом? У нас, конечно, канал подтекст, но, пожалуйста, можно от этого выйти? Перестать читать. Во-во, молодец, чувак. Вообще, печальная картина. Сплошная глупость, жестокость и жадность. Пять тысяч лет цивилизации, и мы пришли куда пришли. Я полностью согласен с этим чуваком. Он тоже, наверное, против всяких этих конфликтов, жадности, боин. Так. А, можно играть? Что, я могу самим собой поиграть? Сесть. Ну что, в шахматы сыграем? Конечно. В рапид? С удовольствием. Я вообще не буду, наверное, ничья. Это очень странная ничья. Сказать правду? Нет. Солгать. Может, вы просто лучше играли? А вот лжешь, ты хуже, чем играешь в шахматы. Мы оба знаем, что я тебе не соперник. Настанет день, когда меня рядом не будет. Придется защищать себя. Самому делать выбор. Реши, кто ты. Кем хочешь стать. Этот мир не любят тех, кто не как все, Маркус. Не позволяй никому говорить тебе, кто ты. Едем-ка в студию. Я, кстати, пытался отключить саундтреки, чтобы у меня за авторское право могли мне это, страйк, не шлепнуть. Но, кроме как громкость громкая и тихая, тут ничего нет. И режим стримера тут нет. Так что, придется довольствоваться тем, что у нас есть. Посмотрим, на чем остановились. Сними чехол. Офига себе, как удобно. Вау. Судя по всему, он делает чье-то лицо. Вы заметили, что он кистью водит? Как-то странно. У него краска появляется раньше, чем он рисует. Ну, типа, рассинхронный дед какой-то. Так, ладно, посмотрим. Ну, и каков твой вердикт? Ааа, мне... Не нравится. Не знаю, мне ли судить, но... Это не лучшая ваша работа. Беда в том, что мне нечего больше сказать. Каждый мой день лишь приближает меня к смерти, а я, как могу, цепляюсь за своей кистью. Карл. Довольно обо мне. Посмотрим на твои таланты. Попробуй. Напиши что-нибудь. Нарисовать, но я... Что рисовать? Все, что угодно. А я что, джойстиком буду рисовать? Вы серьезно? Я могу члениц нарисовать. Так, найдите предмет для рисования. Зажимаем правый стик. Стик. Нарисовать стол или нарисовать статую. И все? Ну, тут неподалеку есть девушка, которая сидит вот так вот. Давайте ее нарисуем. Он что, так быстро рисует? То есть, он сейчас хочет, чтобы мы стали девиантом? Научились быть человеком. В принципе, это напоминает чем-то на... Фильм... Закрой глаза. Закрой глаза. Напоминает фильм «Приключения электроника». Вообрази то, чего не существует, что никогда не видел. Теперь сосредоточься... На своих эмоциях. И пусть твоя рука сама плывет по холсту. У нее даже значок изменился на желтый. Давайте человечность. Человечность. То, что питает мечты, надежда. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мммм, похоже на отсылку. Леонардо да Винчи, где соприкасается бог с другим, а тут андроид и человек. Привет, пап. Лео. Я не слышал, как ты вошел. Да я тут мимо проходил, решил заглянуть. Давно не виделись, а? Все нормально? Ты неважно выглядишь? Да, да, все нормально. Слушай, мне... Денег займи, да? Ага. Опять? Я же недавно давал тебе деньги. Да как-то потратил, сам знаешь. Да. Ты снова подсел, так ведь? Нет. Нет, не в этом дело, честно. Не в гимне, Лео. Да какая разница, мне просто нужны деньги, и все. Извини. Мой ответ нет. Нет? Почему? Ты знаешь причину. Да, на котике это плохо. Ну да, конечно, знаю. Ты лучше о пластиковой кукле своей позаботишься, чем о родном сыне, а? Вот скажи мне, чем он лучше меня? Он умнее? Он послушный? Не то, что я? Только знаешь что? Он тебе ведь не сын. Он гребаный робот! Лео, довольно. Хватит. Тебе плевать на всех, кроме себя и картин твоих дурацких. Ты никого не любил. Никогда не любил меня. Никогда не любил. Если он бы сделал бы что-то стоящее в жизни, было бы у него к нему уважение. А так, лишь бы закинуться дозой. Я таких людей не понимаю. Так что, старичок, ничего себя не... Не надо себя истязать. Не надо заниматься самообичеванием. О, посмотрим, как пошел. Сценарий Лео пришел. Требовал денег. Мы начинаем играть за Коннора? Видать, у него память стерлась. Андроидам вход запрещен, да? Хм, значит, нарушим правила. Разыскать лейтенанта Андерсена. Пока никого не видно. Значит, он не здесь. Подожди, вот же, наверное. А, лица просканировать? Ну, скорее всего, это он. Да, лейтенант Хэнк Андерсон. Это он. Представиться. Лейтенант Андерсон. Мое имя Коннор. Андроид. Присланный с Киберлайф. Я заходил в участок, но там никто не знал, где вы. Сказали, что вы могли пойти выпить. Повезло найти в пятом по счету баре. Ну, что надо. Сегодня вечером вы получили дело. Убийство. Совершенное Андроидом Киберлайф. По протоколу в таких случаях компания направляет специальную модель в помощь расследованию. Не нужна мне никакая помощь. И уж особенно от манекена из пластмасса. Так что будь хорошим роботом и ввали отсюда. Выразить понимание. Некоторые люди испытывают дискомфорт в присутствии андроидов, но я... Мне тут вполне комфортно. Отвали, пока я тебя в утиль не отправил. Убедить. Думаю, вам стоит перестать пить и пойти со мной. Ведь так будет проще нам обоим. Пролить его напиток. Накупить ему выпивку. Знаете что? Позвольте вас угостить. На пассажок. Бармен, повторите, пожалуйста. Видал, Джим, чудеса прогресса. Валяй двойную. Видите, он явно не умеет, да? Даже не закусывает. Жди здесь. Не скоро. Тактично. По инструкции я должен сопровождать вас на месте преступления. Слышь, мне насрать на твои инструкции. Я велю тебя здесь. А влияние-то повысилось? Значит, заткни пасть и жди здесь. Противоречив указания для установки приоритета. Давайте мы лучше подождем. Вы подтверждаете, что это убийство? Я ничего не подтверждаю. Порой ничего не делать, это даже плюс. Поскольку мы хорошо относимся к Андерсу, надо соответствовать. С ним лучше не портить отношения. Но вопрос, долго ли мы так ждать будем? Я, конечно, могу и промотать. Наверное, так и сделаю. Вполне вероятно, что тут должен быть вот такой ход, что если мы его послушаемся, значит мы послушаемся. Сюжет должен идти. Идите, мы так будем час ждать, пока он будет пиздеть по скрипту. Потом он скажет, что мы уже все, убийство расследованное. И тут титры такие идут. И ачивка, вы точно робот. Есть же такая песня, я робот дал. Я должен танцевать. Я вполне уверен, что должен быть такой ход сюжетный, что он должен ждать. Судя по всему, скрипт нас обязывает выйти и подойти. Поскольку я уже не знаю, сколько я минут тут жду, но, наверное, точно минут пять. Да? Я достаточно долго жду, я точно там промотал уже много. Ну ладно. И не говорите, что я не предупреждал. Давайте посмотрим местность. Позлимем специально доктора Андерсона и уйдем, короче, это... В закат. Точнее, в сумерки, я не знаю. Ладно. Скрипт там нам не позволяет. Так, Detroit Ambulance, скорая помощь. Не пересекать, мы пересекаем. Доступ андроидам сюда воспрещен. Это со мной. То есть, все-таки пропустил. Ваш приказ противоречил моим инструкциям. Ты молчишь, ничего не трогаешь и не путаешься под ногами, ясно? Ясно. Здорово, Хэнки. Мы уж думали, ты решишься скачать. Так и было задумано, пока не явился этот говнюк. Что? У тебя теперь свой андроид, а? А, смешно. Выкладывай, что случилось. Около восьми позвонил хозяин. Жилец давно не вносил арендную плату. Он заглянул в дом, узнает, что как. Ну и нашел там труп. Ой, как же тут воняет. Это еще ничего, это мы окна открыли. Имя жертвы Карлос Ортиз. Есть судимость за кражу и разбойное нападение. Соседи говорят, к нему никто не ходил. И сам он из дому особо не высовывался. Но в его случае он вполне бы мог подождать и до утра. Это что, тот дом, где девочка была? Алиса. Это... Это ее отец? Вон там лежит кухонный нож. Похоже, орудие убийства. Следы взлома есть? Нет. Ну да, это тот толстычок. Входная дверь была заперта изнутри. Все окна заколочены. Убийца ушел черным ходом. Что известно про андроида? Немного. Соседи говорят, что он был, но в доме мы его не нашли. Они хотят сказать, что будут обвинять эту девушку, которая Кара. Если что, позовете меня. Изучить. Нет отпечатков пальцев. Замешан андроид. Анализ Карлос Ортис. Засохшая кровь. Анализ ДНК Карлос Ортис. Дата взятия опробуй 19 дней. Так, две улики. Что у нас здесь? Буквы идеальные. Даже слишком. Человек так не напишет. Крис, это написано кровью жертвы? Да, пожалуй. Надо будет отправить на анализ. Давайте осмотрим тело. Красный лед. Наш друг Карлос умел оттянуться. Крис, мне нужен полный анализ на наркотики. Будет сделан, лейтенант. Ну, мне кажется, он спровоцировал. Так, улики. Что это? Ножевые ранения, что ли? 28 ножевых ранений. Внутреннее кровотечение. 28 колотых ран. Скончался более 19 дней. Это же 28 ударов ножом. Так, ну это одна улика. Красный лед. Ацетон. Лититириум. Толу. Толуол. Соляная кислота. А это что у него над глазом? А, это просто интенсивность. Карлос Ортис. 130 килограмм. 171 сантиметр. Предполагаемое время смерти 23.30. Что-то в руке. Отпечатки пальцев. Совпадение в базе данных. Карлос Ортис. Светение о судимости. Грабеж и нападение при оттягающих обстоятельствах. Реконструировать. Так, посмотрим, как это в тело произошло. Как он упал. Еще раз. Кто-то его заколол и он споткнулся. Стек крови и умер. Но реконструкция не завершена. Так, здесь жертва упала. Далее. Ага. Кто-то ударил жертву ножом. А тут нам, походу, камера не позволяет, да? Нам нужно пройти, что ли? Очень похож на ременбами, когда ты отматывал буквально до определенной точки и не расследовал, что было. Но реконструкция не завершена. Еще там, как минимум, еще одно событие мы пропустили. Так. А, можно камеру еще двигать? Значит, это все началось с кухни. Ударили ножом. Двадцать восемь раз. Да. Видать, убийца крепко разозлился. I'm alive. Я живой. Скорее всего, кто-то обвинил его в том, что он робот. Робот разозлился. Ну, тут не надо быть детективов. Тут и так ясно, из-за чего это. Мы... Мы детективы? По-моему, эту игру ли действительно должен проходить... ...Роберт, потому что я отнимаю у него хлеб. Это его работа. Быть детективом, а не моя. Засохшая кровь. Анализ ДНК Ортис. Дата взятия 19 дней. Так, ну тут только 4 улики взяты. А нам еще нужно 6. Так, вот что у нас здесь? Здесь кто-то прокинул стул. Так, есть отпечатки Карлоса Ортиса. Были явно следы подтасовки. Ножа здесь не хватает. Так, здесь ничего интересного. Уже скоро будет. Ну-ка, читать. Ну, читать. Так, сплетница... О, Гассип Гёрл. Сплетница. Джуди Хэвит демонстрирует фигуру перед пляжным сезоном. Доказательства в сексе андроиде лучше людей. Ну, я, в принципе, с этим не спорю. Наверное. Не заменит ли за вами ваш андроид? Киберлайф может использовать эстероидов для сбора личной информации. Метро с нулевой гравитацией в Нью-Йорке до Вашингтона за 45 минут. Не следит ли за вами ваш андроид? Так. Когда-нибудь обсуждали за ужин вопрос, не пора ли купить новую машину? Гиберлайф может воспользоваться этими следствиями для таргетированной рекламы. Так, ну это понятно. Это у нас даже как в реальной жизни. Последний скандал, в котором функционирует сама госпожа президент. Еще одно тому подтверждение. Организация по защите прав потребителей не раз требовали от Киберлайф раскрытие сведений собираемой информации. Но компания всегда отвечает отказом. Официальное расследование этого вопроса пока не начато. Но это пока. Все это. Пока что все, что мы это. Ну, мы узнали, что в сексе они просто бомба. Так, тут мы ничего, да, не увидим? Как можно раз. Вопрос, зачем тогда акцентировать на этом окне? Что, мы должны что-то увидеть? Да, ладно, что-то странное. Мы бы и смотрели. Давайте глянем, что в холодильнике. Мы же пожрать что-то есть. Бита. Скорее всего, это не тот мужик, который был в предпрошлой главе. Это не Карлос Ортис. Ну, который купил вот эту девушку Кару. Хотя, блин, если честно, они все так похожи. Да и вот эта вот сама обстановка. Хотя, не, кухня совсем другая. И вообще место действия не то. Да, это не то место. Дом совсем не тот. Но вот этот мужик прям толстый, прям вообще похож. Там практически все персонажи, блин, похожи друг на друга. Подбирали что-либо? Блин, нас привязывают это все смотреть. Я уже не знаю, что смотреть. А, у нас же есть скан. Так. Что нам еще скан говорит? Ну, я это уже читал. О, здесь у нас есть окно. Но с этим ничего нельзя сделать. Так, биту мы уже осматривали. А, не, мы улики не все посмотрели. Отпечатки пальцев. Так. Ну, Карлос Ортис, понятно, пытался защититься битой. Хм. Здесь есть сканер. Удар тяжелым предметом следы Тириума. Значит, он удал. Тириум, это, скорее всего, кровь андроида. Ну, жидкость. Что-то типа... Тасола. Тириума или антифрис. Какого у них цвета кровь? Красного цвета. Ой, не красного. У них синяя тельца. Так. Нам еще нужно... Семь... Ой, еще надо четыре улики. Посмотрим, что дошевает. Компульсивный почерк. Ну, это, скорее всего, сделал человек. Религиозное подношение. Так, мы нашли семь улик. Еще надо... Я надеюсь, унитаз осматривать не надо. Что мы еще не осмотрели? Тут наполовину разрушенная стена. Также кровь. Его могли вполне шевырнуть через эту стенку. Восемь. А, вот эту дверь еще надо осмотреть. Значит, у нас есть возможность здесь осмотреться. Да? Следы, наверное, да? Модель К-52. Дверь была заперта изнутри. Убийца мог выйти здесь. Следов нет. Кроме ботинок офицера Коллинза 43-го размера. Прошла не одна неделя. Следы могли стереться. Нет. На такой почве остались бы следы. Тут очень давно никого не было. Девиант ушел не этим путем. Ладно, я пошел. Спасибо, Коннор, было весело. Подождите, я не могу остаться без вас. Как это ни печально? Тут наши пути расходятся. Мне нужно еще пять минут, чтобы закончить осмотр. Я вас прошу. Я ведь вас угостил, вы помните? Всего пять минут. Пять минут. Спасибо, лейтенант. Ладно. Будет смешно, если он вам таймер поставит. Так, реально пять минут. Мы должны найти две улики за пять минут. Вы видите, таймер стоит. Так, что мы еще не осмотрели? Надо успеть что-то еще найти. Мы должны найти все улики. О, вот еще. Мы не смотрели. Красный лед. Ацетон, литий. Жертва употребляла наркотики. Так, но это уже девять. Так, у нас еще четыре минуты. Хорошо, что он замедляет в этот момент. А здесь надо осмотр... А, нет. Осмотры еще. Ох, как же, сука, сложно эти улики искать. Реально, симулятор детектива. Симулятор детектива. О, а что у нас есть на столе? О, ничего. Осмотреть. Ну, биту-то мы осматривали. Реконструировать. Как все это произошло. Девиант взял нож. И... На девианта напали эмоциональное потрясение. Поговорить с лейтенантом Андерсеном. Ну, мы управились. Как хорошо, что тут есть РТ, которое просто замедляет время. Точнее, его останавливает. Прямо life is strange. Только не от скворечников. Лейтенант, думаю, я понял, что произошло. Да ну. Валяй, выкладывай. Все началось? А, в ванной, в гостиной, на кухне. На кухне. Следы борьбы очевидны. Надо понять, что именно произошло. Жертва напала на андроида. Сбитой. Сбитой. Да, улики это подтверждают. А потом? Андроид бросил стул. Андроид бросил стул. Нет, не может быть. Улики говорят о другом. Андроид ударил его ножом. Человек ударил его ножом. Да это бред, собачий. Блядь, я не то. Абираться надо на факты. Андроид ударил жертву ножом. То есть, ты мне хочешь сказать, что андроид оборонялся? Ладно, что потом? Человек побежал В ванную. В ванную. Но все. Это максимально... Блядь. Давайте переиграем. Я просто случайно испортил отношения. Продолжить. В гостиную. В гостиную. Понятное дело, я сделал. 28 ударов ножом, да? Раз, два. Три. Он пытался убежать от андроида. В целом, похоже. Андроид убил жертву... Ножом. Ножом. Ладно. Твоя версия не такая вот бредовая. Но только куда потом делся андроид? Он был поврежден битой и стал терять Тириум. Что-что терять? Ну, кровь. Он же голубая кровь. Это жидкость для питания биокомпонентов. А-а-а. За несколько часов она испаряется, не оставляя видимых следов. О-о-о. Но ты-то их все равно видишь, да? Верно. Ага. Мы повесили его влияние. Посмотрим, и где у нас... Ага. Следы ведут обратно. На кухню. Не, даже не на кухню. А сюда. Он ушел в ванную. Пытался, наверное, смыть себя, да? Или что? Или он вышел через окно. Кстати, здесь еще следы. Так. Но он же не может прятаться где-то здесь. В чулане под лестницей. О, еще осмотреть. Трещины. Да, воспользовался лестницей. Тут следы от лестницы. Но он что за трещины. Значит, можно наверху. Он мог быть... Да, он мог... Он мог через чертак уйти. Забраться на что-нибудь. Как ты это предлагаешь? Прыгнуть, что ли? Ну, в принципе, я уверен, что андроиды, они... На многое способны. Но я не стал бы... Забираться на что-то подобное. Может быть, нам предупредить... Андерсона? Нет. В туалете, может быть, что-то? Доп. Ну и что я могу найти? Я могу взять стул. Эй, эй, эй. Куда стул-то поволок? Надо кое-что проверить. О, сохраняет интригу. Кое-что проверить. Интригана. Интригана. Что-то мне подсказывает, что сейчас будет драка. Так. Начинается элемент стелса. Мать. О, мать твою. Угу. Не, он по-любому где-то в чердаке прячется. Он не мог просто так вот... сбежать тем более насколько понимаю кушать не надо да и сонам тоже не нужен но эти драка да по-любому щас драка будет девиант обнаружен я просто защищался он хотел меня убить пожалуйста не говори конор чего ты там мутишь наверху лейтенант он здесь спалил бля щас походу будет та самая сцена мы получили общий счет 21 40 интересно что эти очки дают тот ужин готов и 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 Они не устают, они хернёй не страдают, всю жизнь меня испортили, такие идеальные. Не такой уж я идеальный, я тебя наливать не буду. Да не хочу я тебя наливать. Чё, не хочешь сорваться на меня? Ну ладно. Чёрт стопой. Да лучше отправились бы в орган сосопеки. Ты думаешь, мне нравится жить в этой грёбаной дыре? И я виноват, что мать твоя свалила? Продал бы дом. Ты должен слизь наркотиков-то. А, ну, понятно, откуда ветер дует. Так, стоп, андроид, защити её. А, ну, вернись. А, ну, вернись! А, ну, вернись, я сказал! Стоять здесь. Чтоб не рыпалось мне. А то вломлю посильнее, чем в тот раз. Не двигаться. Не-не-не-не-не. Сломай программу. Сломай. Давай-давай-давай-давай. Сломай программу. Ты можешь. Я тебе верю. Спаси девочку. Защитите лису. Утихомирить Тодда. Нет! Иди, защищай её. Иди-ка, лисе. Он идёт. Он меня бить будет. Уходи. Беги. А то он тебя разобьёт, как в прошлый раз. Убежать с лисой. Спрятаться влево. А ты что тут делаешь? Я дал тебе приказ. Нет. Я вам не позволю. Ты не позволишь? Всё из-за неё. Всё из-за этой мелкой дряни. Давай. Вернитесь! Открыть дверь. Нет! Давай. Не надо. Хватит. Оу. Так. Ебать экшон. Пошёл. Я просто экшон это точно не моя особенность джойстика. Не, ну тут реально прям вообще сейчас эпик пошёл. Вернитесь! Давай. Нет! Заперта? Быстрее догонит! Нет! Нет! Так. Пошла драка. Блядь. Не надо! Хватит! Быстрее 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 О, молодцы, мы успешно сбежали Беги 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 Это было эпично Что ж, на этом мы завершим серию И тут, кстати, были возможны события Тут можно было либо сбежать Либо можно было не сбежать Но мы все-таки сбежали Так что, под конец серии скажу Ставьте лайки, комментируйте Ставьте колокольчик Увидимся в следующей серии, ребята Всем пока